...перъемную канализацию. И кроме того, есть проблемные участки, которые ранее были сделаны недолжным образом, по дому к основанию. Нам необходимо тоже будет особо подработать в избежание дальнейших проседания дорожного полотна. Ну и также то, что требуется по законодательству, это оборудование для инвалидов и слепых граждан, тактильная плитка, укладка, и оборудование светофоров и бесшеводных переходов. То есть это у нас всего в видах работ нет ремонта. Если бы это был капремонт, и как мы планировали на капремонт 168 миллионов, там у нас подразумевалась и ливневая канализация, и, соответственно, у нас замена опор с одновременной укладкой кабельных линий под землей, и, соответственно, и островки безопасности, и, соответственно, у нас касается много вопросов по людям с ограниченными возможностями. То есть это у нас в финансах. Сумма, кстати, какая выиграна в контракте? 50 миллионов. 50 миллионов. 50 миллионов. 50 миллионов. Так, значит, давайте таким образом выслушаем все-таки тех людей, которые непосредственно сталкиваются с проблемами ежедневного передвижения. У нас вопросов здесь хватает. Пожелания какие на этом участке? И вообще сразу адресовываю вопрос генеральному подрядчику. Мы можем найти средства в рамках 10%. Так? 10%. Я считаю, первоочередное решение сделать это для людей с ограниченными возможностями. Тактильный клип. Давайте, что нужно здесь, пожалуйста? Ну, помечаем протокол. Хорошо. Посмотрите, пожалуйста. По сторонам седьмого объема. На лошадь, дорогая, потому что надо на море. Нашел до переплески. Переплески я не понял, где активная стильная 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 стильная. Я приобрел, я уже не пасла, где-то с помощью зубов. Ну, а вот и, соответственно, машинный ущеня плохо ориентировался. Понадеялся, как говорится, на собаку проводника. Он меня перерыв через дорогу. Я не понял, как бывает на счет, почему я не понял. Потому что основного островка на данном передвозке, на углу восьмого микрорайона, не было. То есть должен быть островок, состоящий из нескольких тактиких где-то, в которых должна быть расположена тактильная разметка. То есть, там должны стошые линии быть, прямые линии и, соответственно, направление налево и попрямо. Вот если я шел по тротуару в основном. То есть, я должен был встать на этот островок в тактильной плитке и уже ногами почувствовать, где мне надо выйти налево, а где прямо. Так как у него там этого острота данного нету, то есть, есть там на спуске и на спуске. То есть, необходимо оборудование тактильной плитки, перекрестков, сигнал ситофора должны быть, да? Здесь тоже мне не понравилось, потому что я стою в один, обычно ориентируюсь по машинам, а здесь ситофор со стрелками, с сложником ситофора. Да, и с той стороны вот он где-то пикает короткий, машины встали, хорошо светишки стояли, я говорю, можно идти, а они говорят, нет, еще стоите двадцать. Потом где-то там на другой стороне перекресток до Пеликова, для того, что можно идти. Ну вы в данном случае сейчас говорите о перекрестке Назарова, да? В смысле расследовала, так? Вот этот и тот и этот, да? Я здесь сейчас переходил. Вот, понятно. Ну и там тоже. А там вообще перекресток не оборудован ни сигналом, ни топливом. Хорошо. Вопрос генеральному подрядчику. Что можно, значит, реализовать, с учетом пожеланий? Не скажи. Понижение бордюрного камня, да? Тактильная плитка на перекрестках. И, допустим, звуковые сигналы на светофорных объектах. Это входит или нет? Значит, в рамках проводимого ремонта не входит, да? Но понижение бордюрного камня и тактильная плитка возможно сделать, да? И, может быть, в данном случае здесь островок есть. Один островок можно сделать на перекрестке, там, да, основной островок. Сверглого Назарова. Вот это можно, да, островок сверглого? Вот в рамках того, что, как говорится, можно было удобно там переехать. Вот, да? Да. Ну, если от Сбербанга вы имеете ввиду администрации? Нет, я имею ввиду сложные перекрестки, которые от администрации, вот, Назарова. Да, я понял. Да. А здесь еще один светофор есть, да, светофор. Ну, здесь пешеходный переход. Оборудовать надо будет в рамках того, что мы говорили, той экономии, которая у нас образовалась. Помните, да, сегодня мы на совещании? То есть там необходимо оборудовать светофорные объекты, звуковые сигналы, получается. И тактильная плитка тогда уже будет. Пешеходный переход еще в районе... Раньше был он фотосоциального страхования, его унесли туда, по-моему, и так же, где-то 12-го, но и 20-го лет назад. А сейчас его ниже там не только... Все убрали. То есть вот от Херинца-Кишин до береговского Назара уже пешеходного перехода нет, да? Я считаю, что мы сейчас пойдем, и все равно пойдем по всю маршруту. Владимир Владимирович, это Ваша задача, Вы ответственны. Давайте, чтобы вот это количество, значит, элементов, которые на дороге, да, мы должны зафиксировать. То есть островок у нас должен быть один, безопасности касается, так, значит, на улице Свердлово и Назарова, да, оборудование светофорных объектов по-другому, и по другой экономии, да, соответственно. И тактильная плитка, и это подрядчик будет делать. Ну да, только подрядчик, чтобы получать тактильную плитку была же неправильно, сейчас она в этом перегрелся. Я считаю, что на доле войск команды переводил. Ну, Вы знаете, как тут он? Да. То есть, ну, здесь Вы можете, у нас есть тактильная плитка? Давайте, покажите, как... Давай я сам расскажу. Игорь Петрович, а вот можно вернуть тот пешеходный переход напротив Итамар? Что можно? Разметку делать пешеходный? Его унесли туда, в 13-м доме, где мир продовольствия, где-то вот там, ближе к Куйбышеву. А он был раньше вот ближе к 30 лет, в Опрессе. Ну вот, допустим, там пешеход у нас есть, через Назаровый, потом к военкомату. Это оборудование? Нет, на просьбе. Нет, на просьбе. Нет, на просьбе.